Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как в МИД России оценивают высказывания премьер-министра Армении Николы Пашиняна, которые он сделал 25 июля, на предмет того, что переговорная активность России в рамках организации армяно-азербайджанских отношений снизилась. Россия не может направить всю свою энергию на этот трек, так как занята событиями на Украине. А также рассуждение Пашиняна о возможном выводе российских миротворцев из однокорного граба. Конечно, логика малопонятная. Такое складывается ощущение, что до 2022 года на этом направлении все было с точки зрения руководства Армении без сучка из-за долинки, что ли? Давайте посмотрим на факты. Мне кажется, что все подобные разговоры на фоне специальной военной операции, какие-то направления внешней политики, те или иные стали для Москвы менее приоритетными, они просто не имеют под собой никаких фактологических оснований. Наверное, это оценочное суждение, личное мнение, возможно, эмоция, но к фактам стоит все-таки прислушаться. Мы всецело были и остаемся заинтересованы в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Мы делаем все для достижения прочного мира и согласия в регионе. И в полной мере относятся к Южному Кавказу и остальные наши обязательства мы тоже выполняем. О каком снижении активности, как это было преподнесено, может идти речь, если за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов с участием России на высшем и высоком уровне? Вот давайте перечислим просто из ключевых. Тресторонняя встреча лидеров в Москве 25 мая, 12 заседание тресторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций под сопредседателем вице-премьеров России, Азербайджана и Армении 2 июня, переговоры министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 19 мая и 25 июля. Это снижение темпов, это я провела данные только за май, июнь, июль, за три месяца. Мне кажется, что нужно смотреть все-таки правде в глаза. Она заключается в том, что дело за последовательной реализацией Бакуи и Ереваном достигнутых договоренностей, в чем мы готовы всячески помогать. Но это приоритет, реализация сторонами того, о чем договорились. Это непонятное рассуждение относительно возможного решения российских миротворцев о выходе из Нагорного Карабаха, особенно на фоне нынешней, крайне непростой гуманитарной ситуации. Это пожелание, я не понимаю, господин Пашиняна, о чем он говорит? Он так хочет, чтобы так было? Общеизвестно, что наши миротворцы выполняют важные функции. Это и обмен пленными, и разминирование, это и регулирование инцидентов, оказание гуманитарной помощи. Неужели с точки зрения руководства Армении эта деятельность ненужная, нежелательная, и они хотят, чтобы ее не было? То есть нужно как-то определиться. К сожалению, мы видим нередко, что представители руководства в Армении занимают такую, знаете, какую-то позицию двусмысленную по ряду ключевых вопросов, поэтому очень хотелось бы, чтобы по этому пункту двусмысленности не было. Потому что жонглирование словами до добра не доводит. На высшем уровне не раз отмечался ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания. Акцентировалась востребованность его действий по нормализации обстановки. Поэтому подобные какие-то попытки поставить все это под сомнение вызывают большие вопросы. Зачем это делается? Ну и в целом, после того, как руководство Армении признало Нагорный Карабах азербайджанским, как они об этом сказали, какие-либо претензии в адрес России по поводу недостаточности усилий выглядят вдвойне неуместно. Спасибо большое.